Ура! 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 Привлёк солнце. Смотрите, рассеялось. Именно здесь, в Йормале, я чувствую себя дома, признавался Задорнов. Тут он родился, вырос и до последних дней считал Балтийский берег своим местом силы. Сюда стремился после многочисленных выступлений, переполненных залов, кино и телесъёмок. Именно тут он написал большую часть своих эстрадных выступлений, сценарий фильмов, книг и философских эссе. Говорят, что будет конец света. Нет. Конец тьмы наступит. Я хочу застать конец тьмы. Конец света для ступи, для тех, кто во тьме живёт. Задорнов говорил, открытие русской библиотеки в Риге – самое значимое дело в моей жизни. В 2009 году, когда в Латвии большинство библиотечных фондов на русском языке оказались буквально на свалках, он на свои деньги организовал книгохранилище русскоязычной литературы в центре латвийской столицы. Эту библиотеку он посвятил памяти своего отца. Известного советского писателя Николая Задорнова. А вот эти книги любовью заряжают и романтикой. Без любви человек не может быть счастлив, а значит, без книг счастлив не может быть. Всенародная любовь и популярность пришла к Михаилу Задорнову в 1984 году, после того, как он прочитал со сцены рассказ «Девятый вагон». Все люди нормальные и умеют считать до девяти. Поэтому они точно знают, «Девятый вагон» – это тот, который сразу после восьмого, а не тот, который перед десятым. Особо любимым народом были его антиамериканские шутки. Искреннее удивление за океанскими нравами, политикой, законами и традициями было убедительно, смешно и актуально. Я лег в блиндажах, нет кондиционеров, окопы бездушевых, но мы, американцы-герои, мы выдержим все, даже если во время боя не будут разносить кока-колу со льдом. Но клише писателя-сатирика всегда угнетало Михаила Задорнова. Несмотря на хохочущие концертные залы и стадионы на его выступлениях, он всегда стремился не только заставить людей смеяться, но и задуматься, как живут, во что верят, что любят, о чем думают, мечтают и как говорят. Я всегда говорю, счастье от слова соучастия, соучаствую в жизни других людей и сам становишься счастливым. Михаил Задорнов в последние годы был захвачен историей Древней Руси, происхождением цивилизации и народов, живших в прошлом на территории нашей страны. Наши древние предки имели понятие даже о вселенной. Они представляли ее как некую спираль, закрученную по солнцу, в самом центре которой находится источник света. Посмотрите, ну чем не древний коллайдер? Задорнов пропагандировал теорию Ломоносова и Татищева о ненормандском происхождении российской государственности и отчаянно спорил с научными авторитетами. Лет через 20 учебники поменяют свой контент. Когда-то такая история произошла со Львом Гумилевым. Его называли, как и меня, придурком, традиционные, титулованные, остепененные во все ученые. А теперь почти все на него ссылаются. А фильмы, которые Михаил Задорнов выпустил при участии нашего канала, били все телевизионные рейтинги и набирали рекордное число просмотров в интернете. Такого рукопожатия, как нынче, на Древней Руси не было. Здоровались гораздо сердечнее. Вот так, брались за руки. И теперь он мне не просто друг, а брат. Даже для самых близких и друзей известие о смертельной болезни Михаила Задорнова было шоком и неожиданностью о том, что серьезный Нездоров сам узнал давно и мужественно боролся с недугом. Жалости к себе не допускал, от посторонней помощи отказывался и до последнего верил, что справится сам. Все преодолеет и обязательно вернется к своим зрителям. Я даже такую фразу придумал, чем отличается юбилеет похорон. На похоронах говорят те же люди, те же слова, но скрывая радость. Александр Мостославский, Известия, специально для РЕН-ТВ.